Президент подписал новую стратегию информационного общества, рассчитанную на период до 2030 года. По-моему, все эти слова совершенно бессмысленны. Неясно, что такое информационное общество и почему у него должна быть стратегия. Но самое таинственное – это дата. Они там, видимо, действительно думают, что имеют некое влияние на судьбы России аж до 2030 года. Обстоятельства складываются так, что и с 2018 ничего не понятно, и сами себе они до смерти надоели, не говоря уже про население, вообще разучившиеся воспринимать их всерьез. Какой 2030 год? Причем тут нынешняя российская власть с ее изоляционистскими приоритетами? В 2030 году, дай бог, чтобы кто-нибудь помнил их имена. Такие грядут перемены в глобальном сообществе и конкретно в России. Цифры 2030 вообще не очень хорошо сочетаются со словами «приоритет российских духовно-нравственных ценностей» и «норм поведения при использовании информационных технологий». Во как загнули! Использование технологий не регламентируется никакими нравственными ценностями и духовными нормами. Какие еще духовные ценности нужны при использовании айфона или при разговоре с мамой по телефону? Дальше они грозятся полностью перейти на программное обеспечение собственного производства. Это находится в едином русле с отказом от использования иностранных кредитных карт, чтобы в будущем никто нас не смог шантажировать отключением системы SWIFT. Полностью собственное программное обеспечение, своя кредитная система, выход из глобального мира – так выглядят, видимо, их планы вплоть до 2030 года. Нарастающая изоляция – приоритет духовно-нравственных ценностей над международными, да и собственным законодательством, одним словом, полная чучхе. По идее, такие планы должны были испугать сограждан, но божья ирония в том и заключена, что принимать всерьез эти планы полной самоизоляции к 2030 году способен только тот, кто уже самоизолировался. Выйти из всех глобальных систем труднее, чем изначально не входить в них. В КНДР все получается именно потому, что люди не имели опыта свободы, им нечего терять и не о чем забывать. Полностью заизолировать Россию не удавалось никому даже при царизме. Вести же тотальный приоритет российских компьютеров – идея еще более утопическая, чем полностью пересадить чиновничество на Волги. Понятно, что стратегической целью нынешней российской власти является война, которая позволила бы продлевать полномочия Владимира Путина до бесконечности, а любых несогласных расстреливать без суда. Но план расчленения Украины уже дал трещину. Русский мир оказался на поверку подозрительно уголовным, а на конфликт с США или с НАТО в целом пока не хватает ни средств, ни куражу. Вероятность, что всего этого сильно прибавится к 2030 году, ничтожна. В общем же, скажу вам, перечитывать все это в 2030 году будет по-настоящему забавно. А как мы вспомним тогда все эти идиотические ограничения? Кинокритику от Поклонской, скрепы от Путина, запреты на общественные акции в связи со спортивными мероприятиями. Как взахлеб с ностальгической теплотой будем пересматривать программы Киселева и Соловьева, уже и сейчас успешно конкурирующих с Камеди Клабом. Как заливисто будем хохотать над словами Марии Захаровой об интеллектуальной агонии американских властей. Как смешна нам будет эта их мечта о собственной финансовой системе, собственных компьютерах и прочих мерах из-за лица низкой безопасности. Не только в отдаленном 2030, но и в 2024, на который оптимисты возлагают столько надежд. Ведь правы сегодня не оптимисты, надеющиеся на последний путинский строк, и не пессимисты, уверенные, что Путин будет править пожизненно, а скептики, которые понимают, что влияние нынешней власти на российскую и мировую ситуацию близко к отрицательным цифрам. А у режима давно уже дыхание Чейнстокса, вне зависимости от того, как себя чувствуют начальники. Кремлевским мечтателем назвал Уэллс Ленина не потому, что тот мечтал об электрификации, а потому, что все еще верил в свою способность управлять историей, которая на деле давно уже управляла им. Дмитрий Пыков